Так, просим прощения за небольшие технические неувески. Мы продолжаем наш урок и будем продолжать, сколько вот мы выдержим. Я, собственно, готов продолжать. Да, Аефа-Нохи, Алькен, Ламед-Алев, прочитали, Ламед-Бет, Байомер и Сав. Ну, давайте я прочитаю. И сказал Эйсав, вот, я хожу на смерть, и зачем это мне первородство? Ну, эти слова тоже можно понимать так и сяк, и смысл в них достаточно глубокий и недостаточный. Спасибо, но прямой вот перевод именно таков. Ламед-Гимел, пожалуйста, кто? Я. Да, верно. И сказал Яков, хишава – это буквально поклянись, да, потому что нишба – давать клятву, то есть быть как бы подвластным клятве – это нифаль. Это слово в пассивном договоре, как сегодняшний день, то есть как сегодня. И поклялся ему, и продал первородство свое Якову. Так, Ламед, залет. Я. Так, Яков дал Эсаву хлеб и чечевичную похлебку. И кушал, и пил, и встал, и пошел в Айбэс. И пренебрег буквально, да. И пренебрег Эсав своим первородством. Да, 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 то есть первородство не играло роли в его глазах. Этим заканчивается параграф такой, 25-й, кажется, да. Вот, мы пропускаем 26-й и 27-й. Один из них мы посмотрели год назад достаточно подробно. А другой, наверное, я надеюсь, если будем все живы, и все будет нормально. Вот, посмотрим на следующий год. Если придет Мошеех, он же не отменит цикл чтения Торовиц, правда? Так что в любом случае. Пожалуйста, теперь переходим к параграфу 28 Ламетбет. Мы читаем первые 9 строчек. Так, давайте я начну. И позвал Ицхак Якова, и благословил его, и приказал ему, то есть цива, да, как битва. И сказал ему, не бери жену из дочерей Ханаана. Бет, кто желает? Мне теперь можно. Да, пожалуйста. Бет, кум лэх падэна арам бейта бэту эль ави и мэха бэках лэха мишам и ша ми бнот лаван ахи и мэха. Встань, беста, значит, встань, иди, впадан арам. Это гэй, да, означает как лэх. Направление, направление туда, иди, впадан арам. И мы видим, что, да, прошу прощения, когда название состоит из двух слов, то первое приобретает вот этот суффикс направления, а второе остается впадан арам, впадэна арам. И то же самое слово бейт, бейта, в дом. Я вижу аналогию с русским словом «домой». Отца твоей матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей лавана, брата твоей матери. Спасибо, Анна. Мы видим, что совершенно некорректная эта фраза, да, из дочерей белого. То есть это вот явный расизм, да, брата, матери твоей. Да, спасибо. Прошу вас, Гимел. Кто берет Гимел? Натан. Ну, давайте. Гимел? Да, сейчас. И Бог всемогущий, Всевышний, не знаю, благословит тебя и размножит тебя. И, может, тебя, и встанешь ты сонмом народов, как по-русски переводят. Получается так, да, да. Да? Какое слово? Сонм. Да. Ольга, вот на так. Офигно. Не все, не все, не только русскоязычные, но и русские знают это слово, да. Значит, ва-и-ф-р-х-а. Церковные слова. Ну, вообще-то да. Это от слова при, кру-у-у-у, да. Ер-бе от слова ар-бе, да. Кагаль, слово кагаль, ну, еврейский кагал мы тоже знаем, да. Да, спасибо. Значит, а, вот по поводу имени, вот слово имя Шиндалет Юдшадай, да. Оно, вот я не помню конкретно, как это объясняется, но иногда переводится как всесильный. Так, спасибо. Далет. Так, может быть, Тимофей? Че, очень. Давайте я. Давайте. И пусть даст тебе благословение Авраама. Благословение Авраама. Проследовать, то есть получить пользование с тем, чтобы в дальнейшем передавать своему потомству отсюда. Мореша, например. Мореша. Да. Лэ-риш-ты-ха, чтобы дать тебе во владение. Э-э-э-э-с-мэ-гу-ре-ха, от слова лагу. Землю, в которой ты живешь. А-ш-э-на-тап-на-у-ки-м, да Авраам. Это вы знаете, да? Да, которую дал Всевышний Авраама. Да, спасибо, Тимофей, очень мило. Ну, давайте я. И послал, то есть, может быть, послал, может быть, отпустил Ицхак Якова. И пошел он, то Яков, конечно, впадал, Арам, к Лавану, сыну Бетуэля, Лаван Бетуэлевич, арамейцу, брату Айвки, матери Якова и Эйсава. Вав. Начинаем с Анны, да? Вав? Да. Так. Вав. 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 что берах благословил благословил исхак якова и шелах отослал его под анарам чтобы взять взял лакаха зло взять ему оттуда жену как благослови бархо с благословением его и с повелением утова и цав и повелел ему и говоря он сказал ему говоря не бери жену из дочерей к на на так да 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 совершенно зайн светлана яков а bib И послушался, наверное, лучше перевести, да, отца его и мать его, ваил их и пошел в падлен араб. Ну, давайте я, хотя нет, давайте, давайте, что, давайте Тимофей Хетт. Да, Тимофей Хетт. И пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял барышню по имени Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, то есть все-таки из хорошей, вроде бы, семьи. Я забыл слово, сестру Невиота поверх буквально своих жен, то есть кроме тех жен, которые у него были, да, себе в жены. Да, я вспомнил эту историю, значит, некий еврей летит каким-то рейсом в самолете, а рейс такой нетипичный, то есть не в Умане он летит, а куда-то в менее известное место. И он заказал себе кошерную еду, и вот Сюардесса разносит еду, предлагает ему порцию, он говорит, нет, нет, вы знаете, я это не ем, у нас такая религия, вот я заказал себе кошер. Я не знаю, но посмотрите, в кухне вот там должна быть особая порция, там стоит специальный знак. А что это значит? Он рассказал, поскольку делать полет нечего, рассказал Сюардессе, что такое кошут, чем кошерная еда отличается от некошерной, и почему евреям это так важно, где это им заповедано, кто такие евреи, откуда они произошли, и так далее, и так далее. Она слушала очень внимательно, принесла ему кошерную порцию и сказала, ну, поскольку порции все равно достаточно, вы берите эту тоже. То есть, вот как бы поверх вот тех жен, которые у него уже были, и они в глазах Ицхака, его отца, были так себе, да, он, значит, кроме этого взял еще и вот дочь Ишмаэля. Вот такая интересная история. Я думал, что он на Союрдессе женился. Ну, если она была хороша в глазах Ицхака, почему бы, собственно, да. Так, мы заканчиваем сегодняшний урок. К сожалению, вот я прошу извинения за некоторые технические накладки, но надеюсь, что мы постепенно как-то эту проблему можем решить. Но если бы мы не пробовали то, что пробовали сегодня, да, то мы не знали бы, что этот вариант тоже получается не лучше этого. А мы бы не знали, что у вас с Аней происходит ваше личное чудо. У вас сеанс продолжается больше сорока минут, которые для общечеловеческого бесплатного. Ну, как раз сегодня учили, мы как раз сегодня учили, и Тимофей был свидетелем. Мы учили как раз Рава Шерке. Он очень, так сказать, продвигал и обосновал национально-освободительное значение Хануки. И, если проще, там была такая идея, что, в общем, мудрецы постановили, что не сим, который происходит с отдельно взятыми людьми, а лаверды к вам. Но по поводу этого он или не считается. И вот поэтому лаверпуринг тоже не считается, потому что там как бы отзывы на Кейла. А когда это национально-освободительное движение, то да. Даже несмотря на то, что если в результате этого национально-освободительного движения, потом, в общем, появляются такие типажи, про которые Раф, так сказать, называется лошон на кия. То есть эмфемизм это по-русски называется, да? И там были перечислены все Арестоболус, Ирод и так дальше. Поэтому даже если у нас, и как бы навками на такое фактическое следствие, даже если у нас все в стране, наше шильтонот, наше начальство, не все цедиким к долим, так сказать, балашон на кия, тем не менее, вот предполагается, что праздник Йомат-Смолу надо считать алые. Окей, ну хорошо, это так и простовка была. Так, у нас появился Иван, мы приветствуем его, и ну что мы ему скажем, что, к сожалению, вот только сам Баруха, конечно, вот наше занятие будет в записи, я надеюсь. Вот, а в следующее воскресенье вот по израильскому времени оно же и украинское, например, это 7.30, а по России это получается теперь как? В России у нас, ну это час на час больше, чем израильское. То есть в России начинается в 7, а в Израиле в 6. В 8.30. А, нет, да, в России это 20.30. Я думаю, что нам придется вернуться к системе старого. Если мы не найдем другого решения, то это 2 раза, 2 раза, 2 раза. Окей. Некий человек блуждал по лесу, не мог найти выход и встретил другого человека. Я просто сказал, ну дорогой, скажи мне, как мне выйти оттуда? Он сказал, я не знаю, где правильная дорога, но могу тебе сказать одно, вот эта дорога неправильная. И я уже попробовал выйти. Вот такая история, да? Если бы мы не пробовали, мы бы не знали, что этот путь тоже не самый лучший. Да, есть тоже замечательный анекдот, я, в общем, могу добавить, я его привожу, на самом деле, в самых сильных спорах, а с религиозным и нерелигиозным, поскольку как бы все доводы, они отбиваются. Вот, по-моему, единственный довод, который работает, он такой. Это анекдот про известный очень, вы, наверное, знаете, про программиста, который на закате там, ну ему не важно, типа, как я, да, закат, рассвет, он все время одним и тем занимается. Вот, я ему, его сынок стучит в спину и говорит, папа, а вот видишь, солнце заходит, папа говорит, ну да, вижу, а что, в чем проблема? Он говорит, а как это происходит? Он мелько смотрит и говорит, овэ тальтига, работает, не трогай. Поэтому, по-моему, самый главный аргумент, работает, не трогай. Потому что все остальное очень логично, но не работает, а скала и все прочее, а так все очень логично будет, действительно. Окей, хорошо, потому что будем использовать старый линк, работает, не трогай. Окей, заканчиваем на этом? Да. Да. Спасибо, счастливо, всего доброго. Окей, всем счастливо, пока.